Музыка Я уже боюсь тебя представлять зрителем Да не надо Константинович вообще Ну правильно, ага, со скромностью умрешь Почему ты в саду такой нескромный? Нормальный Вижу Покажи плоды Теперь скажи, привитый или сеянцевый? Это привитый Сеянцы пойдем там покажу Ну давай сразу Сейчас потерпи немножко Это моя внучка Она говорит, я буду садоводом, да? Или нет, ну-ка Нет? Опять фотомоделью? Константинович Поздний Филипинский, да, вот он Мало того, я вчера снял, сколько смог остатки оттуда достал Ну вот, по идее, еще висит, но это уже все Я их содрал, потому что они падают Разбили Все понятно А еще персик прошли Секунду На том персике всего один Прекрасно свел, но я не знаю Чего вы не хотели Целая область в России, где нет ни одного Смотри Вот привитый по центру Ну, я вижу, это тень укрытая Это не укрытый Вот он привитый Видишь их сколько там, да? Ага Немножко, немножко Это не привитый, но Не привитый Но укрытый Вот эта ветка была укрыта Да, и вон та была укрытая И там тоже есть Ну, немножко меньше, чем здесь Давай, давай, хватайся Иди сюда, смотри Эту подними О, видишь Тут их еще больше, чем на той ветке Ну, тоже укрытая Укритый Так, ты укрывал лапником, правильно? Лапник, а потом сверху агрил Больше ничего Агрил это тонкое, нетканое полотно Все понятно А это же не укрытый? Это не укрытый А почему так много? Это привитый Ну, так получилось А, так привитый, господи Это привитый Напоминаю, на кого прививал На персик, на этот же Персик, на персик Персик, на персик А почему не замерз? Он никогда не замерзнет Первый у корня он не замерзает Он нормальный Ну, это очень старый Привит На этом же Хасанский Семечки выращены Привит на это Уже нормальный Тот же Хасанский А зачем ты привал Персик, на персик Чего ты добивался? Да ничего не добивался Просто От лени Зачем мне допустил Что-то там Какие-то сливы выращивали Не было у меня Не, ну, выросли Семьцы Ну, пусть все растут Взял еще Константин, потом Я Подвои сливовые не люблю Потому что они Поросель гигантскую дают Не успеваю выкашивать Ой, господи Заелся Уже Персиковый не дает Груш, правда, много Особенно космические Ну, да вижу я Я уже это Вон она говорит Я уже наелась груш Так Она все ждет клубнику Да Ага, сейчас подожди Я мысли сформулирую Вы уже поняли Что это Чернобаев Леонид Дмитриевич Только не ругайся При детях нельзя А я не ругаюсь Я вообще не имею свойство Так ругаться Ладно Тем самым Значит, перчиками разобрались Так Ну, скоро сентябрь Скоро созреешь Да, вот они начали уже краснеть Сейчас еще немножечко увеличится По форме Немножко примерно Нормально И все Я все-таки не понял Персик на персик Как сказать От лени У вас вообще У великих Художников и садоводов У вас вообще Как это мозги устроены Зачем привил Персик на персик Хорошо От лени Вот видишь Ну Чернослив Я его сейчас собрал У меня там это Уже Вороги его клевали В этом году По страшному Поэтому Собрал Они уже такие Полумягкие Там дома Есть еще Немножко У меня на неделю позже Всегда И сейчас Я только вчера собирал Вот привит на абрикоси Дальше Там привит Венгерка на абрикоси Почему? Я говорю Только из-за того Что не люблю поросли Вот ты же видел Эта жуковка Да я видел Привитая на Владимирской вишню Так Да там я не знаю Уже метров на 20 От ствола Разошлись Ни одной венгерки Не осталось Я хотел Ребенка Венгеркой накормить Венгерка еще зеленая Как пух Пошли посмотришь У меня уже созрело Странно У меня холоднее У меня созрело Она Да ну Значит у тебя что-то Венгерка розовая Так у меня 4 венгерки А розовая Да Розовая Это нечто особенное Ну-ка Это ремонтант Она была у тебя Все один раз Но запомнила Приезжать через полмесяца Ее много будет Она только начинает Свести по второму кругу Я еще говорю Ехать нехать Я говорю Запомнил Странно Вот Видишь Пойдем Пойдем Твои эти любимые До того красиво выглядят Ну а еще незрелые Червяки правда Несколько распускают на землю Ты про полдожорку А порты Вот они проходим Да А мы что-то вообще Все прошли Вот он Кроволок Давай я возвращаюсь Обратно Сейчас Я шел Наклонил голову вниз Вот они красавцы Вижу Ну они в общем Это Хотя бы Рекорда не будет Засуха помешала Вот Это у меня Мраморная Мраморная Ага Вот она Ну довольно-таки нормальная Плода Много И крупная Ну и еще долго Созревать У нее красивая окраска А твои пока еще зеленая Я забыл Где мы мраморная брали Не учусь Жестовских Я уже Жестовских брал Ашванту А вот эту я брал Ой как давно И не помню Две Да Вот эта мраморная Уже получше выглядит А это гигант Подмосковья Посмотри Сколько в этом году Ну прилично Прилично Черви жрут Падают Вот в этом году На груши Черви напали Так Плодожорка Посмотри Видишь валяется Вижу так Все равно рекорда не будет Ну Грамм до 400 свободно До 400 Но не до 500 Слышь Вот Космическая Тоже Смотри Усыпанная А в Москве Не знаю Смотри Вот Прислали чернок не с Москвы Прислала Мараховская А да Садовод любитель Садовод любитель В Москве не знают Этого сорта Гигант Подмосковья Ну она почему-то Его так назвала В интернете нет В интернете нет В интернете Может быть кто-то взял и ляпнул А Она уже это назвала Нет Ты когда мне Она взяла Она взяла Черенок Она написала так Присылает посылка В ней записка Константинович Я прошла 16 километров Пешком На дачу своей мамы Все Тут среды теряются Происхождение Я залезу в интернет Нет такого сорта Да Все говорят нету И я тоже смотрел Не ну Это действительно Выдающаяся вещь Ой Вкусная Зараза Да крупная Они бывают Принцип такой Чем крупнее Тем хуже А здесь А здесь Такое чудо Вот они Им уже по 300 грамм Вот им Самым крупным Уже Ну что А может А там еще крупнее В конце сентября Будут посылать Вот Получается мы с тобой Законодатели теперь Нет Дело в том Что я уже Черенки Съе Тоторву А тоторву А я уже Я уже Сотни адресов Разослал Черенки А это же Мои хлеб Мои деньги Ну А это вот Улепли мы Конечно В этом году Ну На этом дереве Смотри Космическое Космическое Береранье Лютневое А материнское Кто? Материнское Вот это Первое Низ Вот Вот Меня это Интересует Низ Обыкновенный Наш Этот самый Уссурийская Груша Уссурийка Так На ней был привит Смоленская Крупная Но я эту историю Тебе рассказываю Дождался Смоленская не пошла Валера Подбегают Ой Какая красивая Как на вкус Я не успел Ему ничего сказать Он грызнул Тут же бросил А рот Раскрыть не может Она такая Такая сильно вяжущая Там такие специалисты Попадаются Я боюсь фамилии Называть Дело в том Что Когда До плодов Она дожила В же лет Ей было 5-6 До первых плодов А потом Я буду Выкорчевывать Прекрасный Скелета Образователь Такие По веточной Привил Вот видишь Они даже Космическая Перерастает Смотри А высоко Высоковато Приваешь Мне важно Было сохранить Скелет Кустообразное Дерево Вон как Тут Наелась Мишка Пойдем Пошли Соня Дальше Ну это Квинти Тоже Было Довольно Таки Много Червяки Эти Задолбали Это я С Украины Привез Квинти А родина У него Оказывается Канада Та же Как Умел Есть еще Вторая родина Это Голландия Теперь Гадай Вот Вот Эта ветка Это привита Лесная красавица А все Что ярче Это твоя Это Как его Ефимова Нарядная Вот Можешь залезть Вон Видишь Там Усыпанный Да Только Нарядная Ефимова Это Это Самое По шкале Считается Выше Классом А на самом Деле Лесная красавица Для меня Куда выше Конечно Это Душистая Настолько Что Действительно Тут Французам Наверное Понравилось То что Она пахнет Да Я не Почему Поставили Выше Чем Лесную Красавицу Которая Из Бельгии Да Что Они Понимают Ради Того Что Она Первая Красивая Самая Красивая Это Нарядная Ефимова Вкус У меня Традиционный Чуть Чуть Слегка Вес А Виноград Хочешь Откуда Виноград Откуда Откуда Это Не Амурский Нет Это Зилга Ребенок Ребенок Приглядел Отрывай И Жуй А Тебе кисточку Там Есть Еще Вкуснее Прямо От Ягоды Отрывай Слушай Это Тебе Космическое Смотри Урожай Более Чем Достаточно Красивый Вот Именно Я Своему Позору Вчера Вчера Вкуснейшая Груша Позавчера Вчера Вчера Не узнал Смотрю Вроде Она Не Одна Там Продавали На Мини Рынке Смотри Единственная Груша Которую Узнать Можно Только По Этому Колечку Так Вот Я Тогда Стоял Держал Рука И Про Это Колечко Рассказывал И Что Меня Заклинило Говорю Вроде Космическая Вроде Не Она Так Позапрошлым Году У меня Отвалился Центральный Ствол Я Не Успел Подпереть Ветром Подуло Сломало Это Лесная Красавица Отдельное Дерево Привитое Тоже На Сначала Уссуринка Потом Тоже Самая Была Смоленская А уже На нее Присобачил Вот Эту Посмотри Какой Урожай Так Оно Еще Лежит Хорошо Это Осенний Я пожадничал Поверил Этой Рекламе Что Хорошо Лежит Смоленская Значит Отлично Хранится Я взял Четыре Дерева Сделал Мечта Агрессора Опять Пригодилось Чтобы Это самое Хранить Чтоб Зимой Можно Было Покушать Скелета Образователь Получалась Вот Такая Ерунда В итоге Вот Это Вот Два Стволика Украинская Кстати Я уже Нет А Вот Она 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 Достань Ее А Ты Трясни Она Упадет Пала На Все Ладно Дай ее Сюда Держи Попробуй Укуси Во Вкус Да Я верю Делал Что Я Не Себе Я Я Приучаю Своих Девчонок Различать Понимаешь Вот А Это Вот А У меня Молодые Еще Смотри Три Вот Эти Веточки Тоже Перепривитые Вот Уже Срезка А Вот Эти Палки Для Того Чтобы Ветром Не Отломило Потому Что Я Подкору Приниму А Что Оригинально Сейчас Закончим Съемку Я Сфотографирую Вот Подкору Сейчас Вот Эта Веточка Сам Такие Урожая Тут Сразу Ведро Висит А Это Привил Сюда Браморную Вот Она Браморная Ну я говорю Делать нечего Как ты говоришь Отлений Ну Знаешь Твое Выражение Первое Отлений А второе У меня Участок Маленький А ну да Я бы Знаешь Замахнулся бы По пару деревьев Каждого сорта Коллекцию Хорошую Собрал А так вот Поветочно Прививаю Коллекцию Делаю Таким образом Вон мы пропустили Вон он Толк Красненький Яблочек Ай Че Уже Это уродство Заблоня Вообще В этом году Из-за предзасвити Посмотри Прироста Нету Новых побегов Совершенно Да нету Нам продавать черенки А че мы будем Людям предлагать Это я брал Под названием Салтанат Ну не знаю Я не могу Гарантию давать Что это Салтанат Ну и яблоки Довольно-таки Приятные На вкус Они отлично Лежат Блестящие Воском покрытые Как правило А сене Это самое Зачем ты закрыл А у тебя сбоку Это ловушки Я для плодожорок Делал Для бабушек А попадается Все самое ценное Все там Нет В основном Эти Конечно Плодожорки И Осы Правда Бывает И мухи Вот Вот Меньше Чем все остальные Так Ладно Я промолчу Не буду комментировать Да ладно Твоего Да Браморные Что-то не окрасились На третий год Вот по веточной Этой перепрививке На третий год Уже дают урожай Ага Прекрасно Ну пойдем Еще вон тот кусочек Посмотрим Посмотри Здесь обновление Ну понятно Я бы еще Знаю Что бы сделал Другой раз Пришел бы К тебе С рамками Нет Не так С двумя Электродами Может Поможешь Акцию соревновать Да Пытать Ну как Нет Не тебя Природа Значит Я бы здесь На крыльичке Взял молоток Обил бы Эти самые Почистил Два Сердечника От электродов И что Сделал букву Г Вот Надел Ввиду рамки Ввиду рамки Дело в том Что мне вот этот участок Не нравится Вот этот вот Не нравится И все А я хочу проверить А тебе от этого Что Будешь со участником Здесь прекрасно Все росло До поры до времени До поры до времени А потом напал Вот этот То что вы называете Черным раком Я называю Бактериальным ожогом Нет Давай еще раз Я ни разу не говорил Что это черный рак Я вообще говорю Это не черный рак Черный рак это гриб Я говорю Это бактериальная болезнь Рак Рак это живое Пощупать можно Это просто грибы Да И у него смол Обгнивает вокруг Это деревья А потом уже нападывает Рак Но не причина Следствие В итоге Два года здесь Ничего не было Я проливал По инструкции Как Ну От отчаяния Поверишь кому хочешь Форма йодом Пролито Все по инструкции Но Вот где стоим Вот здесь Одно дерево Я выкинул Посажены очень часто Только из-за того Что Два-три года И померли А бывает Пять-шесть Их тоже Вот из-за этой болезни У нас ее сроду не было Откуда взялась Никто не знает До сих пор Ну Вот допустим Вот там деревца Маленькая Это знаешь что Алматинский апорт Последний вариант Апорт Алматинский Вот алматинский Кроваво-красный А там апорт Алматинский И вот Смотри уже Желтеет Так Он уже нездоровый Я дай ему пожму твою руку Знаешь почему Ну как Последний ты сказал Да У меня Сад На острове погиб Но его сожгли А который в деревне Мой сад жив И твои апорты Кроваво-красные Молодые деревья Плодоносят Живые Так вот Кроваво-красные Вот И апорт Алматинский Считай я сохранил Отлично Ты привез Черт и как Да В незапавитую Ой давно А я А я сохранил Почему Это отдельная тема Где-то 87 Или 88 Год Тогда я привез И вот Они уже По третьему Саду растут У меня Третий сад И сад Сад Они У меня Кочуют Красотища Какая красотища Но у тебя было И пять раз гуще Было такое Что Нет Было В прошлом году Вообще жуть была На одних Подпорках Стоял Я стоял Вот так В шоке Меня Железо Удивить Почти невозможно Ты удивил Ты супер садовод Я уже не знаю Какие только клема На тебя Не надо На мне клема Надо Потому что Я обыкновенный Да давай Давай Поищи такие вот У всех Попередохло Я обыкновенный Это твой Это самый голый Который мы Ошиблись Это который Хрен знает Как зовут Но я его привез Да Вот Привез И прекрасно От себя Чувствует Ясик Одесса Ну и так далее И так далее Сорт Очень поздний В прошлом году Я 4 ноября Снимал его Я все время говорю Вот у тебя 540 Твой самый крупный Я вешал А были крупнее Только мы не трясли дерево Но тот который Ты мне дал 540 А у меня 500 Опозорил старика В данном образе Это просто у тебя Условия на песке растут А тут поливается Может быть Из этого Вода больше оказалась Смотри Ты говоришь Старик Ну а кто Я старше тебя На 3 месяца Я старше Я старше Так Ну ладно Ну это Выглядишь Моложе Нет Апрельский Вот смотри Май Июнь Июль Август У тебя 2 Да На 3 месяца Я старше Ты качаешь Я-то думал Что ты еще Мальчишка Не ну душой Это конечно Молос Это точно Сам видишь Яблоки Зимние Но его так любят Черви Плодожорки А они не должны Были любить Они же любят Сладенькое Получается И зимние А в нем Достаточно сахара Чтобы плодожорка Залезла Она не Кислятину не лезет Когда поспеет Он удивительно Вкусный Сладкий Я вообще Более Еще и зиму лежит И лежит прекрасно И ты обижаешься На плодожорку Сам жрешь А ей нельзя Слушай Но она опускает Больше половины урожая Зачем это надо А что делать Я согласен Пусть 10% возьмет Да Это должно быть Она же не работала Паразитка здесь Тут они Раскошелился На 2 этих Видишь Банки висят А тут аж 2 Вот она любовь Или жадность Делиться не хочешь Как я тебя От зависти Ну ладно Скажем Черт Жадный Так жадный Те лесари Здесь Здесь много чего Напривито А да Это помнишь Это украинский Тоже какой-то сорт Олег до сих пор не знает Вон они красные яблочки Но они хорошо лежат И тоже более-менее вкусные Но Иногда кислятины невыносимые Хорошие солнечные Допустим Лето Вот как у нас сейчас было Набирает прекрасную Сахаристость Приятные Душистые Ой У нас много таких У меня таких Несколько сортов Червяки доедают Бельфиор китайка Несколько яблок Еще может остаться Вон там на макушке Ой Бельфиор Тебе Благодарю за Бельфиор Растет Бешено Выросли Два таких Дерева За несколько лет Обалденный Я просто удивлен Как будто Это их родина Так им тут хорошо Попал Черенок Мне прислала Сестра моей жены Стулы Со своей дачи Во Видишь У меня с Москвы А тебе стулы Во здорово Она сразу говорит У нас бельфиор китайка Отличный сорт Неплохо лежит Ну в смысле хранится Я все время думаю Целые испытательные станции Существуют Их на десятки Если не сотни По России Чем-то они занимаются Мы про них Ничего не знаем Ничего нам не предлагают Вот А мы берем Один садоват Любителю другого Вот И получается чудеса И что инварионировать То она уже Это тут Да У нас вообще-то Условия бывают и суровые Но растет прекрасно все Это вообще край золотой Вот это вот Да Мы должны все себе кормить Но почему-то не кормим Ну что Просто такой декоративный уголок Так уголок красивый Лягушки бывают Сейчас быстренько я отключаю камеру Спасибо за интервью Вот я все жду Когда к тебе поедут Настоящие ученые Ой-ой-ой не надо А кто должен обучить страну? Смотри Я по телевизору Недавно видел Некоторые Знаешь Опытные станции Все равно занимаются этим Далее Чем ты занимаешься? Ну Садоводством И там выращиваем Как его называют Селекцией А Точно сейчас сразу даже не врублюсь Какой-то один из московских Или институтов Или еще не знаю Ну не Тимирязевка А кто-то другой У них Что-то там коллекции гигантские созданы сейчас Ботанический сад московский есть такой Да я уже Давно В этом году смотрел Но давно Как-то Мимо ушей больше пропустил Глянул Думаю О Все-таки занимается у нас садоводство Обучает студентов И Естественно Там много-много Новых сортов Уже Выведено А на рынках только южное Это Я их называю Мертворожденное А где? На рынках Вдоль дорог На рынках Все ладно А то сильно грустно получается Вон Моя девочка уже Помаши рукой Я отключаю Нашла еще клубники Помаши рукой Скажи до свидания дядя Нет Пойдем Сейчас я тебя покажу Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»